здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы луди сад сегодня 16 апреля и сегодня обзор рассады цветочной недавно я вам делаю обзор рассады овощей как растут все вам показала подробно и первый обзор сада весеннего тоже уже сделали для того чтобы потом отследить динамику но сегодня будет рассада цветочная как она себя чувствует как растет из ней тоже много хлопот и хлопотала я всю зиму можно сказать но сначала хочу похвастаться чтобы отдельно видео не снимать очень захотела гейхер ну как я их давно очень люблю но они такие товарищи не всегда зимуют уже вроде как научилась с ними подружилась и научилась понимать их хорошо очень окучиваю на зиму и были у меня очень много сортов бывают гейхерела 1 у меня перезимовала плохо и стала из цветной зеленой но ничего все равно в саду зимует 1 гейхерку я заказывала на агравиоле вот и решила до заказать чтобы они были бордюрчиком саду потом весной я вам покажу куда я это буду все высаживать и такой будет бордюр из гейхер всегда ворчу что гейхеры стоят ну слишком дорого для такого цветка но пусть красивые листочки нужно сказать что он такой супер золотой почему такая цена не понимаю на всех сайтах стоит дорого ну вот всем семян заказала посмотрите такой гейхеру но очень красиво forever purple я их уже знаете что вот смотрите она пошла засыпала земелькой ну потому что снег только оттаял вот такая мармеладка была у меня и говорю что и она у меня не перезимовала буду сильно окучивать и хвоей и землей вот там видите а вот с карамелью но никак не везет это уж который год хочу такую карамельную и вот там такой ну не знаю мне кажется что не очень живой корешок стоит дорого жалко лилии ну лилии у меня очень много кто со мной в саду видит и знает целый лилиевый сад но каждый год я докупаю лилии в полков саде вот в этот раз всем семян заказала для того чтобы коллекция пополнялась вот эти две лилии посмотрите на уж больно похоже друг на друга как вам кажется такое встречаю очень часто найдите 7 отличий лотос уандер и дрим лайн чем отличаются скажите пожалуйста не понимаю вот еще вот такая лотос бьюти это полумахровые лилии стоят они всегда дорого азиаты стоит подешевле лало гибриды ну тоже такой ценник приличный а махровые вообще стоит дорого ну что я тут вскрыла да посмотреть такие не очень большие лилии ну вот они еще в таком состоянии полу спящими тут вот белую посмотрела вот есть уже видите на ядривается надо приготовила что сейчас буду уже клумба центральная на которой лилии оттаяла будут там уже их высаживать нечего их поэтому в этом году они конечно не зацветут что еще хочу в подарок не было такой пакетик очень приятно огурцы домашние трапезный для заготовок вот такой и борисыч мне всегда говорит ты все ага еще не показала не показала еще вот такой пион эданс парфюм посмотрите какой красивый у меня есть наподобие пиончик мне надо в одно место сунуть корешок очень хороший тоже я его засыпала землей такой большой достаточно корень зеленка хорошая там уже с росточками вот этому этому я рада и тоже уже пионы надо надо уже все в сад все буду высаживать и борисович говорит ты все себе покупаешь на твой ну так смехом он конечно нет ли на твоих сайтах что-нибудь для мужчин вот я заказал какой удобный ящик какие ящики есть fix price но они такие шутовенькие я уже покупал и сразу же выкинули можно сказать вот для машины вот он лежит когда в машине сложенном состоянии вместо ну вообще не занимает вот смотрите мне просто одной рукой а так вот так он поднимаются стеночки вот сейчас сделаю видите просто поднимаются стеночки а эти туда опускаются и получился ящик для чего это вот в поездках ставить в этот ящик ну то что купили и не будет болтаться нигде по автомобилю согласитесь симпатично ну ему в подарок он еще не знает не видел сегодня я вручу такой подарочек что не только покупаю себе что-то на своих сайтах но и борисович мне кажется что приятная такая сюрпризинка будет так что друзья дорогие оставлю ссылку на 7 семян посмотрите кому интересно гейхеры конечно вот карамелька наверно терзают смутные сомнения что не взойдет все остальное уже надо высаживать и гейхеры тоже в сад потому что они уже из земли всходит ну а сейчас буду продолжать обзор своих цветов и 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 ну начну обзор с цветочной рассады вот на самой верхней полке уже начинают все петунии семяные переваливаться 500 грамм стаканчик и уже тоже заполняются корнями ну это все пойдет хорошим людям поэтому это все пойдет на продажу себе только выберу и все часть петуни здесь стоят часть уже стоят в теплице в общем кто где вот так выглядят у меня те которые я маленькие маленькие распикировала по две в один для такого для таких композиций вот например шок пурпулы корал вместе и трилоджи пурпулы сальмон вместе вот уже в такие горшочки пересадила это для себя черенки уже там не знаю какая пятнадцатая наверное серия вот уже черенки и те начинают цвести это еще нужно все пересаживать сейчас перейду покажу как сильно выросли колеусы посмотрите дорогие друзья колеусы ну вообще не узнать здесь я даже боюсь трогать это просто огромный лес колеусов вот хотя я ведь недавно совсем оборвала всем макушки все их прищепнуло кого надо пересадила в побольше объем но они конечно вот тут еще детки есть они конечно очень сильно подросли вот сейчас отсюда будут сниматься еще кому-то надо будет перевалить опять сформировать и уже буду переносить постепенно в теплицу когда будет там освобождаться место колеусы переедут теплицу вот такие огромные просто до потолка доросли разных разных расцветок вот такая красота ну это правда красота это яркость это просто обалдеть как красиво бегу не посмотрите друзья мои тоже меня радуют это те бегу не которые я постепенно постепенно выращивать черенков прошлого года вот такие все красотки вот и красные посмотрите какая красота здесь тоже я отрываю не даю им цвести но просто уж порадовалась такой красоте вот такой красоте кто-то еще не цветет ну и хорошо потому что все они у меня на прищипке ну переживала что не все бегу не перезимовали ну три бегу не замерзли в подвале ну ничего страшного догонит здесь у меня есть достаточно много подарков я на канале лоди свет показывал что ко мне приезжала анечка моя такая интернет-приятельница подписчица моя она приезжала в прошлом году с подарками и в этом году с подарками вот такую красивую пеларгонию мне привезла посмотреть какого цвета и вот здесь вот пеларгония и вообще тут очень много различных растений я там все показывал и еще ольга нарышкина у нее сюда поехала к нам приятельницы ну в наш край и она умудрилась олечка тебя конечно огромное спасибо прислать мне три пеларгонии таких супер супер новинки ну посмотрите какая-то красота теперь у меня и они я вам покажу что наподобие но привезла мне тоже вот с такими рассеченными листьями теперь у меня будет три таких пеларгонии ну вот и еще тут две пеларгонии такие плющи вот видите они тут махровые розовые в общем суперски ну и еще какая-то тут черенки все мои постоянно тусуются теперь уже сама не знаю кто где и на каком месте растет сыне и меня ругали что я рано посадила но дорогие друзья вроде как и ничего цене вот так не тянутся здесь на солнышке такой вот цинивый лес и у меня еще здесь такое интересное растение вот она вьющиеся называется базелла я не знаю даже надо за самой хоть прочитать и посмотреть куда его сажать эту базеллу бедные бедные бальзамины я им тоже всем просто как мы говорим в народе бошки почикала ну то есть прищипнула все срезала поставила череночки они все цветут и цветут цветут и цветут тоже хотят конечно побольше земли ну разные разные красота вот такая яркость вот какая всяких всяких у меня здесь бальзаминов ну в общем здесь пока все вот эти череночки бальзаминов смотрите хорошо прижились и продолжают тоже цвести много вопросов про лобелию вот посмотрите друзья мои лобелию вот я еще ничего не пристни стригла она развивается у меня как-то так не очень-очень там яростно быстро ну и мне это очень нравится сеяла лобелию в определенные стаканчики все показывала давайте посмотрим так вы сломать для чего-нибудь сейчас оставим и посмотрим вот вытащу любой да вот такая штучка деленочка ее еще можно разделить на два раза и в горшочек вот такую одну деленочку водка корни там у меня в таких платочков насыпан грунт вам все все подробно показывала 4 здесь сорта белая голубая розовая и красная все ампельные лобельки вот они давайте посмотрим здесь например посмотрите какая прелесть корешки я вот сейчас надрываю они там в грунт там вот грунт и они туда уже дошли поэтому поливаю теперь не поверхностно а просто водичку подливаю в сам самую емкость в лоточек и все и корешки уже все выпивают у кого очень длинная падает я говорил не торопитесь она хорошо растет возьмите ножницы и вот так просто макушечки вот так одну треть срежьте будет только гуще и в общем все хорошо должно быть дорогие мои друзья ну вот здесь еще череночки вот то что срезала макушки у колиусов тут еще ну а теперь приглашаю вас в теплицу в теплице выкопанные все мои черенки живы отрастают все на почках кто-то переживал как розы которые в прикопе я их не выкапываю потому что через два дня уезжаю к маме и хочу отвезти сестре вот тогда и выкопаю видите как они все живы все на почках но я прям терплю вот так они лежат как лежали так вот пеларгонии посмотрите как они себя чувствую хоть прям сейчас ставь их на окно ну и любуйся я опять сделала прищипку очередную 45 но они молодцы все растут и растут вот еще анечка мне прислала вот видите тоже такие резные листья я наверное все таки пересажу их горшочки две вот такие две пеларгонии они разные вот здорово так ну и приглашаю в свое безобразие как сказал борисович не зови хоть сюда людей ну что делать рабочие у меня здесь обстановка вот это петунии все ну уже конечно часть петунии отсюда уехали в добрые руки еще все еще здесь есть это вегетативные петунии здесь в основном я их режу режу поэтому они еще только-только на бутонах но теперь уже даже иногда и ничего не обрежешь не остановить процесс что называется вот здесь вот выставила те которые семенами сеяла в горшочках вот жарко конечно в теплице двери все открыты и все равно здесь 30 градусов вот вот здесь приготовила всю такую красоту цветущую уже в поездку сестре вот столько много всякой повезу красоты так что с петуниями все понятно да здесь пеларгонии которые на штамбе все им прищипка сделано и это белые у меня только белые вот такие махровые пеларгонии вот чувствуют они себя хорошо постепенно макушечки отрастают так поворачиваю тихонько камеру с этой стороны тоже очень много всего здесь огромное количество пеларгонии всяких разных не успеваю даже отцвевшие убирать это лобелька который из гранул но она была в гранулах долго-долго у меня сидела в таблетках можно сказать не так давно вот я ее в такие стаканчики пересадила здесь тоже петунька семена я вот так она выглядит немезия цветет и желтая вот такая еще не посажена у меня немезия вот мои такие маточники петуний которые даже уже не знаю куда девать вот именно посадить что-то насажала этот сорт несколько горшков такой и лавандер или лавандер ну замечание делают мне по делу наверное гортензии вытащила из подвала крупнолистные вот как они быстро начали отрастать здесь огромное множество крупнолистных гортензии стоят закрытые чтобы им было не жарко тоже отрастают все посмотрите какая красота все здесь хорошо а вот так чувствует себя фуксии который достала из подвала все вам показывала как я переваливала землю меняла и вот они постепенно видите были совсем еще ну спящие спящие и вот постепенно начинают отрастать я их опрыскиваю каждый день и вот такой вот пленочкой чтобы там такая была влажность тогда легче проснуться почкам и пойти нет я вам тоже все рассказывала вот они постепенно постепенно по чуть-чуть начинают почечки наливаться и открываться ну и многие уже цветы я пересадила вот такие кашпо вот они еще побаливают сейчас уже готовлюсь к сезону в этом году очень радуют калибрахи ну во всяком случае пока понятно что они еще маленькие но я их уже рассадила по готовым кашпо вот всякого разного цвета здесь будет рыженькая с белой так миксовала здесь я вам показывала вот такая розочка вот с этой розочкой красиво здесь тоже вот такая розочка ну не помню уже с чем смотрите здесь две такого цвета одна просто покрупнее другая помельче и очень красивая вот эта мне нравится фиолетовая такая с розовой розочкой вот такие и еще немножко лизимахи вот уже такие кашпо приготовила одним словом работа в теплице очень большая вот сейчас прямо жарище двери открыты работаю вроде как все растет но конечно очень хочется все выставить на улицу скорее бы скорее но нам еще надо протерпеть мало того что апрель так почти что весь май и ну где тут теплицы посадишь сидера ты или еще что-то когда тут творится такое дело вот прям показываю вам этот бардак ну рабочее место я честно показываю как есть без всяких прикрас говорю что плохо что хорошо может конечно и плохо когда грязно но немножко потерплю потом наведу порядок самой хочется так закрываю глаза и дальше пошла работать некоторые питуньки уже сделала вот эти подвесные кашпо вот посадила на постоянное место жительства закрываю вот так их с понбондом эта часть теплицы не отапливается ну они вот молодцы хотя сегодня было тоже минус 3 так что дорогие друзья работа кипит кого куда кого побольше из горшочков горшочек другие из горшочков уже в кашпо в общем процесс этот можно сказать бесконечный во всяком случае у меня желаю вам чтобы ваши растения вас только радовали не приносили вообще никаких огорчений своими болезнями не дай бог вредителями если что будем бороться желаю вам удач и самое главное крепкого здоровья